Утро на Елисея Привет! Это удачное решение. Наш эксперт по растениям, как всегда, Сергей Богацкий. И Софья Лупинина у меня в гостях. И что, начнем, наверное, с отчета? Да, неделю назад мы сделали первые посевы, и у нас уже проклюнулись маленькие петуньи. И вот смотри, мы посеяли их в углубления. Почему? Чтобы потом можно было окучить, чтобы она у нас не упала. Потому что если она упадет, собственно говоря, потом ее не поднять. И когда вот эти семидольные листочки уже появились, тогда ее можно окучить. О посевах отчитались, ну а что нового мы сегодня расскажем нашим телезрителям? А сегодня мы поработаем вот с этим растением. Посмотри, в каком состоянии оно. Плачевно! Да нет, такое состояние у него и должно быть. Ты знаешь вообще, что это за растение? Нет, какое-то комнатное. Это вообще имбирь. И посмотри, насколько он хорошо, видимо, там вырос, что горшок, геометрия вся испортилась. Выпирают корни вот здесь. Мы сейчас его оттуда достанем и посмотрим на урожай. Давайте. А как мы его оттуда будем добывать? Ты знаешь, что, вот горшок, кстати говоря, достаточно плотный. Не знаю, как-нибудь сейчас вытряхнем. Достаточно неплохой урожай. Кстати говоря, ты видишь, здесь новые почки. Это значит, что новые растения выйдут скоро на поверхность. То есть их всадим обратно? Нет. Мы посадим обратно, допустим, вот это растение, да? И, допустим, вот это. Пахнет прям имбирем резко так. А вот с этим мы что делать? Сажаем прямо сейчас обратно? Нет. Вот эти срезы мы должны подсушить. Поэтому сегодня сажать я их не буду. Пусть они у меня полежат хотя бы сутки. После этого я их посажу. Чтобы не загнили. А вот чтобы правильно посадить его, это примерно делается вот так. Вот совсем немножко заглубляем и ждем ростков. А в магазине можно купить имбирь и также его посадить? Да, можно. Но только сначала его нужно прорастить. Его нужно взять, положить в полиэтиленовый пакет, немножко смочив. После того, как он проклюнется, ростки проклюнутся, вот так же его и присадить. И, Сергей, не могу не воспользоваться случаем, не спросить у вас. Пишет телезрительница нам, Елена Константиновна. Не цветут у нее никакие цветы. Покупает, они в магазине цветущие, потом вянут и все, дальше никаких цветов. А вообще, если сидят и не цветут, нужно просто полить монофосфатом калия. Посмотри на мою фиалку. Она вот в таком маленьком горшке, но она выглядит великолепно. Чувствует себя прекрасно. И чувствует себя прекрасно. Главное, не делать больших горшков для цветков. Потому что, если будет большой горшок, растение будет наращивать корневую систему и плевать ему на цветение. И получится имбирь. Примерно так. И это было удачное решение Сергея Багацки и Софья Лупинина. Пока.